К эфиру Фридома присоединяется Илья Евлаш, руководитель пресс-службы восточной группировки войск. Илья, здравствуйте, рады видеть вас в нашем эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, студия Слава Украине. Героям слава. Илья, что ж, давайте начнем со следующей информации. Генштаб ВСУ накануне сообщал, что за минувшие сутки было зафиксировано более 30 атак оккупантов. Самыми тяжелыми участками фронта были Клещевка и Маренко. Давайте об этом. Какая оперативная ситуация сегодня на этом участке фронта и на чьей стороне инициатива? Ну и, наверное, стоит важно сказать, что накануне вечером командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил, что Клещевка освобождена силами 80-й и 5-й отдельных штурмовых бригад объединенной штурмовой бригады национальной полиции «Лють». Это действительно прекрасная новость, но давайте более детальнее. Да, действительно, Клещевка остается сейчас одним из самых интенсивных направлений. Поскольку противник все же пытается отбить свои потерянные позиции назад, но безуспешно силы обороны Украины там заняли очень укрепленную позицию. И у противника есть большие очень проблемы на этом направлении. Кроме этого, противник продолжает активно использовать свою артиллерию. 576 раз он открывал огонь по позициям наших защитников. Произошло 14 боевых столкновений на этом направлении. Также трижды использовал враг свою авиацию, как армейскую, так и тактическую. Силам обороны удалось уничтожить, ликвидировать 299 оккупантов. Также два танка, одну гаубицу «Нона-С», также один гиацинт, две артиллерийские установки «Д-20» и также пять «Д-30». Очень мощные системы их, на 7 штук у них теперь уже стало меньше. Также 8 автомобилей и одну станцию радиоэлектронной борьбы «Р-934». Эта станция могла записывать и прослушивать, о чем говорят наши военные. Также она создавала помехи на этом направлении. Но теперь уже делать этого не будет. Также уничтожили один беспилотный летательный аппарат «Зала». И также очень неплохие успехи мы имеем и далее на Клещевском, Бахмутском направлении. Также в районе Перетеченова, Опытного, Андреевки. И продолжаем выбивать противника и занимать позиции. Далее закрепляться. Также Курдюмовское направление, Белогоровское и Андаровское направления. Там у нас есть успехи. Это что касается Бахмутского направления. Да, бои за Клещевку, они шли очень, ну скажем так, не быстро. Это было связано с разными причинами. Прежде всего, это то, что наш руководительный состав беспокоится о жизни и здоровье наших военных. Нам важно правильно спланировать, пускай это будет чуть-чуть дольше. Но в связи с тем, что очень заминированная территория и также очень, ну и как я ранее говорил, 52 тысячи оккупантов сосредоточено на этом направлении. То есть достаточно сильная группировка. Нам было важно правильно спланировать эту миссию, чтобы максимально сохранить жизни наших военных. И также проложить дороги среди минных полей, зачистить полностью территорию и взять ее уже под свой контроль. Да, там работала очень хорошо 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада, также 5-я отдельная штурмовая бригада, под штурмовая бригада людь, кадры которых мы сейчас видим на экране национальной полиции. И также 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада принимала в освобождении Клещевки участие. Ранее также мы освободили населенный пункт Андреевка, что находится еще южнее. Там непосредственно принимала участие 3-я отдельная штурмовая бригада. Им удалось там провести блестящую операцию, взять... Илья, давайте детальнее сейчас как раз об Андреевке. Мы скажем, что действительно 3-я штурмовая бригада, она сообщила об освобождении этой Андреевки. И говорили, что нет вообще ни единого здания, на котором можно было водрузить украинский флаг. Настолько она была уничтожена. И говорят, что в этих руинах и на этой территории некоторым оккупантам даже удалось спрятаться, по сути. Но все же оккупанты были взяты в плен. Расскажите об этом детальнее. Да, благодаря усилиям нашей 3-й штурмовой бригады, принятию грамотных, правильных тактических решений на месте руководством, удалось охватить в кольцо этот населенный пункт уже во время выполнения операции. И им было предложено, вот как раз на этом видео, что вы показываете, через громкоговоритель сдаться. Те, кто согласились сдаться, они были взяты в плен относительно всех международных нормативно-правовых актов. Полностью с придержанием всех абсолютно конвенций международных. Им была предоставлена теплая одежда, чай, еда, условия надлежащие. Ну, полностью все как соответствует современным странам ЕС и НАТО. Да, стоит еще раз, наверное, повторить, что Украина выполняет Женевские конвенции об обращении с военнопленными. Все военнопленные находятся в чистоте, порядке, в тепле и уюте. И за этим следят в том числе и журналисты со всего мира. И для того, чтобы сдаться в украинский плен, для этого существует правительственный проект, который называется «Хочу жить». Вы можете найти телефоны горячей линии на сайте Министерства обороны Украины. И, Илья, еще вот если говорить о Клещеевке и Андреевке, это действительно стратегически важное сейчас освобождение этих населенных пунктов? Да, в принципе, можно говорить об этом, поскольку эти населенные пункты открывают нам ряда разных преимуществ. В первую очередь, это плацдарм, который в дальнейшем мы можем использовать для развития нашего наступления. Мы прорвали здесь линию обороны противника, которая была укреплена. Сейчас мы продолжаем движение далее. Кроме этого, нам открываются новые возможности в контроле, огневом контроле трассы, которая ведет в Бахмут, и логистических путей противника. Что с наступлением холодов сейчас будет, ну, в принципе, как и летом, когда жара, когда вам на позицию не подвозят воду. Это уже есть очень существенным таким фактором. Также и сейчас, когда зимой будут задержки с разными продуктами или же другим видом обеспечения боеприпасами, это тоже будет влиять не только непосредственно в количестве обстрелов, а также на самочувствие и ведение боевых действий противникам. Кроме этого, высоты, естественно, мы можем более контролировать территорию, более ранее выявлять противника еще на подходах. Ну, и, естественно, мы все ближе приближаемся к Бахмуту, который есть основной стратегической, важной для российской пропаганды и их армии населенным пунктам, которые они будут пытаться удерживать до последнего. Я хочу подчеркнуть еще раз, что Бахмут стал такой настоящей фабрикой смерти для российских оккупантов, поскольку ранее там был уничтожен подразделение Вагнера, более 100 тысяч за разными подсчетами. Также очень много их техники. Вот вчера нашим подразделениям удалось очень сильно... Так, Илья, сейчас не слышим, у вас пропал звук на секунду. Давайте восстановим звук для того, чтобы услышать, что же было вчера уничтожено в Бахмуте. Мы знаем, сейчас за этот город держатся российские оккупанты, но и правильно отметил Илья Ивлаж, что этот город стал фабрикой смерти. Да, Илья, что же было уничтожено накануне в Бахмуте? Да, извините, мы очень сильно дали противнику по зубам, а именно их разным подразделениям, которые принимали там участие, это и Ахмат, так и известные Кадыровцы, и Шторм-Зет, криминальный такой элемент их армии, также ГРУ ГШ, Генерального штаба их Министерства обороны РФ, и кроме этого еще разным десантным подразделениям и также мотострелковым подразделениям пехотным. То есть для украинского воина нет разницы, кто перед ним, или это Кадыровцы, или это Вагнеровцы, или другие какие-то там непонятные формирования, они должны понимать, что самое страшное, что есть на этой войне, это украинский солдат. И когда ты приходишь на чужую землю с оружием, ты умрешь или уйдешь отсюда. Ну или сдашься в плен в лучшем случае, и когда тебе повезет, пополнишь обменный фонд. Вот других вариантов не дано, потому мы упорно продолжаем выполнять поставленные задачи и освобождать нашу землю. Илья, и хочется, чтобы вы прокомментировали еще одну информацию. Россияне перебрасывают сейчас элитные подразделения из-под Бахмута на запорожское направление. Об этом сообщают в Институте изучения войны в американском. О чем это говорит, и какие подразделения все же остаются сейчас под Бахмутом? Соответствует ли эта информация действительности? Это говорит прежде всего о том, что у них уже нет резервов, которые они могут перебрасывать из России. То есть они оперируют только теми ресурсами, которые у них уже задействованы. Ранее говорили мои коллеги из нашего сбора, что на территории Украины приблизительно 400 тысяч российский контингент. То есть это вот все, в принципе, что они могли собрать. Ну, как мы знаем, у нас общая группировка около миллиона, та, которая сохраняет наши границы и отбрасывает противника. Когда по любым военным наукам, если вот так вот брать, должно быть минимум три или выше перевес противника во время наступления. У них есть всего лишь 400 тысяч. То есть для того, чтобы собрать более, они не смогут этого сделать, мы видим, ибо они пытаются оперировать только тем, что у них есть. Мы же при том, что у нас намного меньше личного состава, у противника есть перевес и в небе, и в технике. Мы, несмотря на все, продолжаем двигаться вперед, что противоречит любой логике вообще военной. И при этом всем, неся потери в 7-8 раз меньше, нежели противник. Это в наступлении, я еще раз подчеркиваю, когда по логике, по военной науке должно быть наоборот, у наступающих должны быть высшие потери. Поэтому мы показываем просто нереальные результаты. Это благодаря, прежде всего, нашим военным, которые на передней линии там находятся, штурмуют посадки. Также командованию, которое у нас уже за более чем год полномасштабного вторжения изучило противника и продолжает эффективно наносить ему поражение. И это все в целом вместе с помощью наших международных союзников приводит к таким положительным результатам. Будем надеяться, что и дальше удача будет на нашей стороне. Мы будем дальше продолжать освобождать нашу землю и скоро освободим ее полностью всю от противника. И будем жить в процветающей независимой Украине. Однозначно так и будет. Но сейчас борьба продолжается. Мы это все понимаем. Если еще говорить о численности российской группировки, вы говорили, что на Бахмутском направлении накануне Россия сосредоточила порядка 52 тысяч своих захватчиков. Что сейчас по количеству и видам их техники на этом направлении? И чего не хватает нашим вооруженным силам Украины сейчас для четкого уничтожения вооруженных сил Российской Федерации? Или все есть? На Бахмутском направлении противник, кроме 52 тысяч военных личного состава, он также сосредоточил 274 танка, 1090 бронированных машин, также 152 артиллерийские системы и 121 реактивную систему залпового огня. То есть достаточно большая группировка, но мы, тем не менее, сдерживаем их натиск. И даже, как я подчеркнул, мы идем вперед, несмотря на то, что у них есть и доминация в воздухе, что я еще раз подчеркиваю, немаловажно. И у них есть больше и вертолетов, и самолетов. Объективно это очень непросто воевать в таких условиях, но мы это делаем. Что нужно? Ну, прежде всего, это боеприпасы. Естественно, боеприпасов на войне никогда не бывает много. Чем больше ракет, чем больше снарядов, чем больше патронов есть у нашего пулеметчика, артиллериста или реактивщика, тем славнее, тем больнее ощущает это противник по ту сторону линии столкновения. Потому, естественно, хотелось бы больше боеприпасов и больше разных артиллерийских систем, как у нас активно показали эффективно себя и М777, и Л119, и Панзергаубец, и Крабб, и Цезарь, и Фейс-70. Но различные системы, очень эффективные, очень современные, их нужно больше. Также эффективно работают системы дальнего поражения, разные ракеты, которые имеют 300 и выше километраж, которые могут бить по тылам противника, по их командным пунктам, по сосредоточению личного состава. Ну и, естественно, все мы ждем F-16. Тоже это очень станет существенным таким аргументом в этом сопротивлении. Те явления, как и раньше стал Хаймарс, да, это геймченджер. Также, может быть, и здесь, когда F-16 вступят в игру, тогда уже по-другому могут развиваться по-разному сценарию. Абсолютно. Посмотрим. Да, стоит напомнить, что завтра уже состоится 15-я встреча в формате Рамштайн, на которой будет обсуждаться 50 министрами оборонных ведомств. То, что необходимо сейчас нашим силам для продолжения этого контрнаступления и выдворения российских оккупантов с наших земель. И давайте еще с вами обсудим ситуацию по поводу линии обороны именно на востоке Украины. Мы все знаем, помним и видим, что творится сейчас на запорожском направлении. Как выстроены и оборудованы линии обороны врага на востоке? Ну, это большая система таких разных препятствий, заграждений, как инженерных, так и минно-взрывных. Это зависит, на самом деле, от участка фронта. Например, на Бахмутском направлении им некогда там было особо готовиться, потому что там шли динамичные бои сначала зимой, потом отсечивали. Ну, они не прекращались, потому там заграждения делались уже по ходу, исходя из рельефа, исходя из урбанизованной местности. То есть, используя всякие разные подручные средства, там, да, по ходу, что-то докапывалось, строилось. Но вот, например, на Лимано-Купинском направлении там немножко ситуация другая. У них там есть эшелонированные такие линии обороны, которые состоят из разных элементов. Например, ну, я сейчас кратко попытаюсь объяснить широкими мазками. У них перед линией, перед окопом приблизительно там в 20-30 метрах первое, что есть, это путанка, так называемая. Это которая, ягоза типа колючая проволока, которая, ну, не дает пехоте спокойно пересечь местность. После этого где-то на удалении километр-полтора размещаются минные заграждения. Это разные противотанковые мины, противопехотные минные поля. Дальше идут противотанковые рвы глубиной до двух с половиной и шириной до трех метров, после которых еще раз повторяется еще одно минное поле, также предназначенное для тяжелой техники и для нашей пехоты. И самое последнее уже, которое у них есть, это инженерные заграждения, но первое, которое попадает при выдвижении наших позиций, ну, это в основном на рубежах, там, где есть угроза, это так называемые зубы дракона, разные противотанковые ежи и другие заграждения, которые могут повлиять на беспрепятственный проезд разной техники. Ну, вот где-то с таким приходится сталкиваться нашим штурмовикам, нашим героическим военным, которые пытаются пробить оборону и причем на некоторых направлениях успешно это делают. Да, это сложная система инженерных заграждений, но она не является непреодолимой, если правильно распределять ресурсы, использовать правильную технику и правильную тактику, что мы, в принципе, и делаем, используя разные асимметричные решения, принимая, также планируя операции, мы находим отверстия в их обороне и наносим туда удар. Да, и мы видим результаты этих ударов. Генштаб ВСУ сообщал, что за минувшие сутки было ликвидировано 620 российских оккупантов, это по всей линии фронта. Какие потери сейчас ежедневно несут на Востоке? Это сотни? Бывают ли мясные штурмы? Ну, мясные штурмы на лимано-купинском направлении в последнее время прекратились, потому что противник очень неплохо получил от сил обороны, и он отказался сейчас от такой тактики действий. Сейчас они в основном аккумулируют свои артиллерийские усилия на направлениях, и там, где они считают, что у них может там что-то получиться, и причем уже они отказались от тактики так званых огневых валов, когда просто носится там квадрат огонь. Они сейчас пытаются концентрировать свои усилия, ну, конкретно по точкам, где они видят смысл в этом. Сейчас также они используют и разные танки, противотанковые комплексы, гранатометы, авиацию свою, кстати, широко также используют, но очень часто это ракеты эти летят просто мимо в молоко, потому что попасть неуправляемыми ракетами нужно по механическому принципу, ну, так же, как с автомата ты стреляешь, тебе нужно выдержать и отпустить вовремя рычаг, чтобы ракеты вылетели. Но это очень сложно сделать, когда пилот летит, и он знает, что там где-то на него ждет представитель вооруженных сил Украины вместе со Стингером, ну, немножко, знаете, страшно, и долететь так, чтобы это было удобно сделать, очень сложно. Кроме этого, местных штурмов, как таких, уже стало меньше. На Бахмутском направлении там ситуация немного другая. Там сейчас они продолжают оборонительную операцию, пытаются сдержать наш натиск, это то, что касается южного фланга. А на северном фланге они пытаются сейчас также контратаковать, это тоже вид активной обороны, чтобы не допустить наших продвижений и не допустить нас, продвижения в тыл своих позиций, чтобы не оголить еще один фланг, что, естественно, им станет еще тяжелее тогда. Илья, вы неоднократно уже подчеркнули о том, что российские оккупанты сейчас используют авиацию на востоке нашей страны. Совсем недавно был удар по Луганской области, в частности, по населенным пунктам Новоегоровка и Невская. Почему эти населенные пункты стали целью российских оккупантов? Либо это хаотичные агонии? Нет, они видят, у них тоже есть разведка, у них тоже есть командование, значит, они видят какую-то цель, что можно там, ну, стратегическую, что можно там пробить нашу оборону. Также возле Новоегоровки есть высота доминирующая, взятие которой может привести к успеху. Но все это безуспешно для них, потому что вы же видите, что у нас тоже очень глубоко эшелонированная оборона, что не приводит к тому, что противник может ее пробить. Да, они пытаются, они ищут слабые места. Раз это Новоегоровка, на другой день это может стать другой населенный пункт. Они пытаются выйти сейчас к реке Оскол и пробить себе такой сухопутный коридор, чтобы закрепиться по реке, поскольку потом уже, когда наступит зима, сейчас осталось там месяц где-то до распутицы, им будет проще обороняться. Также там есть железная дорога, например, Купенск-Узловой, но даже теоретически, если представить, что Купенск-Узловой будет их, им будет нереально им пользоваться, поскольку он полностью будет находиться под нашим огневым контролем. То есть тактически этого успеха никакого им не даст, потому что даже по другую линию Оскола между нами будет определенное количество воды, но огневой контроль будет с нашей стороны просто ошеломляющий, потому они им тоже не смогут воспользоваться. Но как минимум они будут пытаться это сделать, прорваться, но, как видим, безуспешно. И еще информация есть от Генштаба Вооруженных сил Украины, что оккупанты сейчас активизировались в направлении Белогоровки Луганской области. Там россияне сосредоточили Шторм-Зет, который вы уже упоминали, а также другие подразделения. Одни плохо подготовлены, другие надеются поскорее сбежать с фронта. Об этом рассказал экс-председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. И на этом направлении есть еще ЧВК «Эспаньола», сформированная преимущественно из «Ультра» с российских клубов. Месяц назад ВСУ уничтожили роту этих футбольных фанатов под «Бахмутом», так называемых футбольных фанатов. Можете ли вы подтвердить информацию о таких настроениях, в частности, в этой ЧВК? Касательно «Эспаньолы», что вы имеете в виду? Настроения, которые хотят бежать просто с фронта? Ну, в целом, зэков мы отмечаем, что, естественно, это не военные. Это люди, которые ранее имели разные не очень хорошие поступки в жизни, скажем так, которые не проходили военных курсов, они не имеют каких-то моральных качеств, которыми должны иметь военные. Военные – это, прежде всего, дисциплинированные, ответственные люди, в которых все расписано, которые очень педантичные, пунктуальные. Эти же люди, они пришли с гражданской жизнью, с не очень хорошей жизнью, которые имеют за спиной бэкграунд в местах отбывания наказаний, также с людьми, которые владеют такими же моральными качествами. Потому, да, мы можем говорить о том, что эти люди попытались просто как-то, ну, вот, убили они кого-то, и чтобы не сидеть в тюрьме, они решили пойти на войну. Но, естественно, это не значит, что на войне они выживут или обретут себе какую-то свободу или жизнь. Потому они всячески пытаются, да, воспользоваться этим моментом. Возможно, они думают, что они смогут обойти систему, как-то увильнуть, ухитрить, может, кто-то издается специально, чтобы перейти. Ну, у всех разные планы, но в целом, да, мы отмечаем, что подготовка, естественно, Шторм-Зет и подготовка профессиональных военных – это две разные вещи абсолютно. Илья, и еще расскажите, пожалуйста, по поводу мобилизации на временно оккупированных территориях, в частности, в Луганской области. Центр национального сопротивления сообщал, что россияне собирают данные уже о подростках для мобилизации в 2024 году. Это тоже признак того, что не хватает просто сил и возможностей собрать в России, а сейчас собираются собирать наших людей на этих территориях? В том числе и это. Мы фиксировали даже и пенсионеров, брали в плен, потому что они набирают в эти подразделения, типа «Эспаньола», «Волки», «Медведи», «Рыси». Это даже и тот же Шторм-Зет, там нет ограничений. Они берут иногда и совсем молодых людей, иногда и наоборот уже пожилого возраста. То есть, да, это свидетельствует о том, что у них есть проблемы. Ну, так же, как я говорил, они используют в штурмовых отрядах даже представителей тыловых подразделений, которые занимаются обеспечением поваров, связистов. Ну, то есть, всех, кто под руку попался, потому что нужно дыры как-то затыкать, и с людьми есть проблемы. Вот то же, что мы и говорили, что они перебрасывают свои резервы, то, что им не удалось саккумулировать, они продолжают там, где тонко, там рвется, туда уже и перекидывать их. Поэтому, да, это правда, и мы фиксируем такие случаи. Илья, спасибо вам большое за эту информацию, за то, что нашли время для телеканала «Фридом». Илья Евлаш, руководитель пресс-службы восточной группировки войск, был с нами в эфире «Фридом». Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале «Фридом». «Фридом» — только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.